добрый день дорогие друзья мне очень часто приходят вопросы типа чё почитать чё почитать а вот чё почитать у меня даже нет времени на них отвечать потому что во первых я свое время ввел довольно долгое время книжную рубрику когда работал главным редактором в газете и что-то начитался до усмерти а во вторых я сейчас потребляю в основном такой исторический краеведческий контент и он не всем интересен а есть у меня так сказать благодетель который вот мой коллега по работе в интернет-агентстве серёга яролян пущает меня пожить вот на коврике к себе в квартиру в москве я там учусь и тюсь в углу и говорит мне давай типа про книжки чем замутим а я как не останавливаюсь везде у него какие-то книжки такие интересные думаю ну а чё бы и нет и в общем то чё бы и нет собственно и с чем мы сегодня начнем ну паша во первых надо сказать что чтение это наверное вид медитации определенной да и если мы там классически знаем что советская интеллигенция да и просто советский народ очень много читал всегда хвастались там это брежневских времен у нас есть там типа эти тиражи замеряет то типа по тиражам советский союз обгонял все страны и это был такой повод для гордости сейчас разные индексы есть по чтению да и при этом все равно мы понимаем что россия все менее читающий относительно самой себя страна и при этом уступает еще большому количеству стран других например по времени чтения меньше 10 минут в день читает обычный гражданин страны это катастрофически мало на фоне например часа в интернете или двух часов телевидения то есть понятно что это контент такой но не то что отмирающий вид деятельности но при этом явно не такой популярный как со союзе еще более ущербно то что количество переводимой литературы очень мало и количество вообще разных издательств уменьшается и книги в основном которые имеются там 40 или 45 процентов по статистике это в основном учебники то есть вообще скукоживает пространство чтения поэтому мне кажется актуально разговаривать у тебя аудитория достаточно такая эрудированная и тянущиеся к эклектичным знаниям потому что ты делаешь обзоры на разные моменты да и какие-то социально политические исторические географические поэтому мне кажется что скорее интересно попробовать посмотреть насколько людям действительно подходит информация литературе которая значит такая же тоже легкая флер которая оставляет например написано давно но актуально сейчас и вот наверное хотелось бы там какие-то книги можем рассмотреть но я предлагаю начать книги с книг даже да их две книги в подряд вышло это такое лето целого века 1913 года флориан и или сда это немецкий искусствовед изучал очень много в германии художественные аспекты там в основном 20 век 19 и у него есть целый цикл ну не цикл такое точнее две книги которые уже скорее такой в стиле научпопа написано и мне нравится оригинальный формат подач поэтому я скорее его подобрал для твоей аудитории как это у нас в намедни да например там что люди события явления изменивший жизнь да вот флориан в своем произведении аналогичный происходит проходит а он берет один год что этот год самый важный там такой перед началом войны такой есть напряжение напряжение сказывается в искусстве в политике там в литературе везде и делает обзор что интеллигенция в мире делает в этот год и выходит такое оля папури эклектичный набор фактов и чем-то похоже на намедни чем-то похоже на содержание твоих экскурсий когда ты проводишь да поэтому мне кажется такое вот должно органический контент генерить поэтому предлагаю так это такую историю выпустил книгу в россии она там 2000 году вышла есть еще продолжение до этой же книги что я на самом деле хотел сказать это 1913 год и здесь до определенный свой юмор на самом деле он ничего там сверхъестественного этом просто продолжает рассказать еще больше фактов про этот год все это разбитым и месяца и интересно очень пересечения да понятно что он разговаривает про изобретателей ученых там про художников деятели искусства политика военных там не за спортсмены или просто факт да например там ряд истории ну вот он там приводим то что не знаю мертвую петлю 1 нестеров сделал там 1913 году до при этом например параллель проводит что в это же время австриец на льду сделал луц и в честь него назвали вид прыжка фигурном катании ну это просто такие там фактология какие-то извиняйте перебиваю у меня есть выпуск серии нижний с перцем как раз про нестера там стоит на набережный памятник ему модель самолета и в общем то если хотите подробнее посмотреть потому что я когда изучал его биографии открылся массу интересного например он несостоявшийся как выяснилось певец казалось мне да ну и соответственно много каких-то не знаю открытий которые не столь актуальны были но актуальны сейчас например экстази оказывается синтезируем в 1913 году но явно он не был столь популярны интересно что есть просто как перечисление фактов разный период а есть какие-то вещи которые там сквозной нитью через весь год проходит например часто бываешь во франции бывал скорее всего еще будешь никуда не денешься ты даже на своих экскурсий за границей а монолиза к тому моменту была украдена уже пару-трой лет до ее искали и он каждый месяц пишет о том что монолиза пока не обнаружен пока не обнаружено пока не обнаружен и так до декабря то есть вроде такой забавный факт это не перечисление уже сухих фактов а такое типа и исторически подогреваемый контент который в конце как в сериалах до делается в декабре и обнаружили и оказывается итальянская французскую границу монолиза пересекла 31 декабря этого года то есть вернулась на родину при этом это большой успех италии потому что они считали что творчество ли она повернулась к ним данное некоторое время вот и очень интересно описано например как обнаружили кто украл стекольщик который работал в реках вывез достаточно всего так до история параллельно например не в подряд идет это повествование разбиты на разные периоды в россии же малевич тоже где габрю же как раз рисует первый свой квадрат и получается такой год эпохальный позиции художественной литературы что два шедевра абсолютно разной судьбой с абсолютно временным лагом существования в один год появляются ну актуальности да там возрастает потому что если до этого она была просто картины то теперь она миссия какая-то целая да и самая популярность из картины в мире наверное самая дорогая а черный квадрат это вообще предвестник вообще это манифест до этого и манифест и при этом предвестник того что происходит дальше да ну да я извини как раз хотел сказать что 13 год последний год били пока этого как раз если говорить про францию там есть такой термин прекрасный эпоха который благополучно крякнулась в четырнадцатом году понятно почему и все произведение построено на самом деле на каких-то таких аллюзиях отсылках параллелях до судьбы людей разных да если ну к художникам еще вернемся и к россии в принципе можно вернуться потому что для россии тоже очень такой значимый период до экономический рассвет там то что дело трехсотлетие дома романовых трехсотлетие дома романовых да потом у нас идет получается максимальный там сельхоз производства да такие рекордные вообще почему интересно то что происходил сто лет назад как будто мы прожили сами спустя сто лет тоже такой период когда вроде как есть некая благодать и уже отошли от русско-японской войны но новое же началась и вроде кажется что такой период расцвета никого на самом деле что за этим идет у николая есть про 16 год перед новым годом когда рассылают какие-нибудь поздравления или прикольные сам цитату николая есть по поводу 16 года слава богу что он прошел надеюсь 17 будет хорошим из этой серии вот так мне кажется что в целом до 13 люди жили в понимая там да есть произведение аля шовинистый лютый такой негативщик как шпенглер уже писал закат европы понятно что есть там не знаю такие же страдальцы как кафка или как бруст марсель которые постоянно что-то исправляли правили своих произведениях или в переписках женщинами такие как сейчас модно же у нас депрессию все изучать депрессии год назад была мода на неврастению то есть не год назад век назад и получается на самом деле все циклично ничего не меняется сейчас все ходят психологом все разбирается у меня депрессии или я там вне ресурсе или еще что-то а раньше это было неврастение и вся интеллигенция только про это и говорила да то есть это год когда кстати ссорились юнг с фрейдом это раскол конгресс был психоаналитиков осенью они уже в начале года в переписке договорились друг другом не общаться фрейд очень тяжело это переносил и это к вопросу о том как год можно рассматривать да либо какую-то науку брать ли быть какую-нибудь географическую территорию из можно рассмотреть что происходило в париже в берлине в мюнхене в вене да это основные города нью-йорк начинал претендовать на какие-то такие культурные аспекты но все равно считается что париж да там можно смотреть по странам например русский балет завоевывают европу да там а можно смотреть по отраслям деятельности да там как мы говорим психоаналитика что в них там творится из забавного ну таких вот как раз истории которые смаковые короткие да фрейду когда было тяжело он в вене находился он постоянно переживал из-за вот их конфликта с юнгом и в принципе он так юнг его обвинял в том что он и своих учеников тоже воспринимает как анализирует как детей и все то есть очень догматично в этом и применяет это ко всему хотят этого надо отойти там много в теории лакун да там и так далее с фрейдом рядом но он уже был глыбой величиной находилась в андре слома такая незнакома тени женщина уникальная совету отдельно про ее биографии недавно фильм про нее вышел просто уникальная человек не представляет и какой энергетики должно быть начать чтобы ты примерно понимала на рожденную в россии при этом за ней ухаживал нитша она отказала у нее есть стройные фотографии где она молодая хлистая да с его дружком все это я что я же когда был вену я же потом после парижа хотела вести людей в паре в прагу и вену я когда был вене и там как раз же есть ну улицы и дом где жил фрейд и я вот тогда как раз про нее там но я правда не так подробно изучал но рекомендую вот я сам не добрался фильм не просмотрел про ее биографию но это конечно к помимо этого она уже была там 36 по моему где-то или столько сколько-то она вскружила голову молодому рильке но рильки для европы это там типа стихоплет номер один и того времени на самом деле да можно сказать вообще в двадцатом веке непонятно кто его переплюнул да именно по тиражам популярность по значимости хотя он много с кем переписывался и женщины он кстати тоже этот год находился постоянно была даже такая шутка что у всех были романы и только рильке все время был насморки переписки с другими дамами вот но до этого ранее он салом и был очень тесен и не никто не понимает были ли у нее сексуальные отношения или нет в чем особенность она даже согласилась выйти замуж за человека у которого взяла фамилию слома но с одним условием что у них никогда не будет сексуальных контактов и вроде как по ее дневникам по ее исследователи ее жизни говорят что в реальности она и не вступила ни в какие отношения но у нее этот список не сокращается то есть у него есть рильки нитша скальп фрейда до снят фрейд там про нее говорила моя опора мое все как всегда при этом она сама например к вене воспринимала что вена это самый эротический город в мире это занимается психоанализом занимаюсь вот готовил сама опубликоваться вообще она и получается и философ и немного и писатель и просто светская какая-то такая особь да и забавно что она из петербурга рода вообще история такая ну вот я я почему про не вспомним потому что я естественно всегда там я когда стараюсь маршрут выстраиваю за границей я постоянно линкую там потому что вене например великий князь александр вы господи михаил александрович там тайна венчался в сербской церкви я и про это собирался рассказать ну плюс естественно все эти то минские конгрессы и прочее прочее сталин это единственное вообще место место где осталось мемориальная доска сталина висеть правда с под ней еще такая чуть-чуть черная табличка где написано как правильно воспринимается фигура сталина но в общем да поэтому я вот это все линковал я когда начал фрейда изучать встретил эту даму но если ты остановился на сталине или как раз смена и тесно связано понятно что это туда он приехал под левым именем до останавливался и помогал ему со всем этим ленин да извини и и же такой факт интересный это не я это я вычитал скажу честно я смысле я как бы про это знал я это не встречал никогда что одновременно вене одномоментно оказались соответственно гитлер и сталин троцкий и фрейд все то есть они где-то там могли прямо реально мимо друг друга ходила вот книги об этом тоже подробно есть что и сталин и гитлер любили один и тот же парк не находились и скорее всего высока вероятно что они даже могли шляпы по приветственно поднимать да и история могла конечно повернуться иначе потому что акварельная деятельность гитлера в эти это было не лучше явно он там не был хорошим учеником и карьером если бы он был получше учеником наверное сложилось бы иначе больше добавлю то в те времена тоже в книге описано что сталин часто смотрел как ленин в окно не видел как по моему франц фердинан например или его отца был кто обслуживал по машине это был бросить и молодой то есть там но пересечении таких вене очень много происходило да ну это типа как раз если мы какие-то политические аспекты что по факту даже во время пакта молотова римбетропа они не встретились а насколько заранее до этого встретились в принципе мы же знаем что сталин не любил путешествовать и он очень как бы окопался в москве в петербург кстати после ленинградского дела не приезжал до на улона после после смерти кирова только приехал один раз ну вот да то есть соответственно такое вообще знаковая история вот причем в поездке он тоже там шахматы играл и периодически там многих обыграл то есть достаточно интересный такой аспект да вот и как раз ты сам приводишь примеры различных пересечений что случилось это пространство и время до совпали когда есть какие-то видны деятели но это же касается не только там политики например одновременно вене во первых вена была большой там больше двух миллионов населения было да например мюнхен там соседней до недалеко это 600 тысяч то есть кто хочет потише едет там все доступно хочет работает так далее густав клим ты шили тоже они блины ну их мастерские были вене и это же так такие как бы они достаточно рано потом оба умерли до 18 или 17 года что-то вот из такого но оба успели свои шедевры создать это известно в принципе такое бурлящий город в чем-то не догонял париж но по большей части таких интеллектуалов и сгусток хорош там собранный да был поэтому вот и за забавно но есть по географии географии дайте есть наоборот какие-то отшибы которые на карте географической европы не так сильно представлено при этом для них это тоже важный год например копенгагене русалку в этот год выставили и нильсбор понятно что он как ярый представитель до датчана и нобелевских лауреатов и прочего тоже в этот год там основные свои труды резюмировал уже был признанным в принципе следователь да но вот теорию закончил и отправлял письма с рассылкой информации тоже из копенгагена то есть это такой как бы типа интеллектуальный отшиб вроде бы но при этом тоже там своя жизнь кипит свои какие-то фиксации происходят как и прага в частности да понятно что кавка оттуда переписывался там с филицией бауэр на тот момент и с со своим другом максом бродом но в целом понятно что скорее это вопрос там берлина парижа и вены вот из такого интересного до весь год мучается марсель пруст он вообще не только тринадцатый год вы сейчас 40 лет там учился значит произведение то в поисках утраченного времени девять вариантов названий предлагал издателю за свои деньги предлагал после каждой страницы оставлять еще одну пустую страницу потому что он чего не допишет изменит и так далее стоимость работы что в два раза больше здесь все зарабатывали на то что публиковались и были обязательств перед издательством то марселя просто проблем с деньгами не было у него были проблемы что он понимал что постоянно все черкал перри зачеркивал сомневался просил друзей прокомментировать иногда да забавно доходилось к нему приходят комментарии произведениям а он берет какие-то строчки и не понимаешь что это к другого голове из хроновик внедряет в работу свою но очень такой забавный тип но прикол все равно связаны с его произведением куда интереснее ну если бы мы были бы условно как позднор да который отсылается марселю прусто постоянно как не знаю него фаворит или не фаворит но такой литературный интересно лично жизнь просто потому что у него он любил своего шофера а тот был во-первых женат во вторых просто воспринимал как просто больше как деньгодателем и на самом деле неплохо постебал марселя он попросил у того деньги и хоть на ходил на курсы авиалетчиком авиационные курсы правда погиб на следующем году как раз от того что самолет разбился у него средиземном море но вообще когда он достаточно объем денег собрал он просто свалил на юг франции от просто прус был бешенстве он только опубликовал в поисках удачного времени а тут его любовь и смысл его жизни вообще пропал виде его вот этого шофера а тот еще для издевки взял имя себе марсель сван то есть фамилию героя из произведения и по имя самого марселя да вот такие таких вот интересных аллюзий в жизни разных известных людей много да понятно что там кандинский кстати например в мюнхене обитал к ним там мама приезжала много в переписке есть типа кто что как находится русские интеллигенции много где была представлена это же у них много смешных историй было горький там ска привещал и набирал популярность еще не был столь там актуальность до советской власти не было чтобы он был так популярен но из таких ну то что разрывало это понятно что стравинский дягилев да и не женский она не женский поляк да мне кажется поляк все-таки больше и дягилев как постановщик ему как сказать фаворитизме не отказывал да эта история как про просто его шофера да 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 но тут вопрос что это очень короткий период и в течение одного года все развилось и ну либо рукоплескали париж потом лондон а потом гастроли двинулись знаешь или нет но в аргентину поехали ну заедя дягилев остался в париже он никуда не поехал не женский оказывается на пароме станцовщицей познакомился и по приезду расписался в байносарис и в первый же день и отправил телеграмму об этом дягилева дягилев конечно был шокер вал и металл в париже есть тоже описание подробно что у него в этот день в гостях была там светская дама тоже она пыталась его успокоить но это было конечно там трагедии потому что он теряет и русский балет и теряет смысл своей жизни опять же да творческим людям вот это все любовная составляющая чрезвычайно важна и получается год у всех такой насыщенный да пидоры они все серега это 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 не так столько важно важно сколько что намечается война и в воздухе какое-то напряжение и история отдельных людей менее такие интересные да ну и забавных там фактов есть продолжать например в берлине в обсерватории никто на открыли но тоже никому там дело до в тот период не было до энштейна кое-как убедили как раз по моему в цюрих он поехал работать точно не помню но суть то что ему там еще кузина нравилась между делом он понимал что можно работу совместить с тем что рядом будет находиться человек который нравится из пересечения с русскими дети которые позже до придут айсидора дункан потеряла в этот год двух детей но забеременел еще одним то есть как бы типа люди время даром не теряли и утраты переживали достаточно сейчас бы не знают потери работы люди в депрессию впадая до времена видишь такая сетки а буйная жизнь давал ну много чего там ну типа пир хорошо а если вот в целом тогда взять ну вообще про атмосферу ну насколько легко и книжка написана насколько хорош перевод по-твоему слушай но я могу приятные истории например зачитать который чтобы было понятно да коротеньких чтобы не загружали потому что мне кажется слог очень простой очень такой легко скачущий да я бы хотел бы вот про политический аспект можно там несколько да понятно было что напряжение росло разоблачали шпионов например австрийских которые на россию работали на империю при этом вот и забавного насколько я понимаю вот прости в котором написан про самое крупное общественное событие юного столетия это свадьба принцесса виктории луизы прусска с герцогом августом ганноверским и суть в том что они просто пригласили на свадьбу приезжает и русский царь николай и британский король георгий 5 до и бесчисленные главы других государств коронова на особо и так далее то есть это идет такая попытка на дипломатическом уровне создать какую-то разрядку понятно это неформальная встреча да и даже там газеты выходят что разумеется визит не был политическим но после неспокойных политических событий прошлой зимы хочется думать одновременно визит властителей россии англии ну это монархи считая антанты да и все это к немецкому канцлеру к кайзеру точнее даты канцлер сейчас до свидетельствует о желании некой разреженности добиться добиться до в международной обстановке личные встречи налагают отпечаток на политическую позицию кабинетов и пусть даже лишь в этом смысле все стороны еще больше подчеркивать свою волю к миру по факту это смешно выглядит нам сейчас со стороны но мы видим что по ходу года какие-то там истории происходят когда есть попытки что-то да кстати из забавного тоже да вроде политический аспект франц фердинанда не было для единственный коронован особо которого не было как ты думаешь кстати почему вот ну типа идет большая свадьба традиционно даже недавно в петербурге тоже была свадьба помнишь романов очень много что приглашали соответственно до короновых особо это культура ну типа нельзя не пригласить как ты думаешь вот какие могут быть догадки почему франц фердинанда не было на свадьбе не знаю заболел ну вот все очень просто он женился на простой по моему она чехии дворянка и соответственно галактический брак никогда не признавали они были против этой свадьбы он пошел поперек семьи расстроил отца папа римский с ним беседовал на этот счет и так далее но переломить его не смогли но ответка такая что соответственно теперь вот все что принято в монархических факт нарушаешь некий ну не запрета к густое до нерва пожатой ты не дата становишься такой не самый званый гость вот поэтому вот интересны такие какие-то аспекты да но в принципе можно любую страницу открывается читать да там типа смотря кому какой аспект интересен да там политика культуры история это все неразбитым часть все вся эта история разбивается еще на иногда с картинками иногда без да я думаю что что то мы можем вставить сама вот это но вот эта книга она когда вышла я не в немецком варианте я думаю что она на немецком сначала написано на не знаю но в россии двадцатый год то есть это вообще свежая я тебе скажу больше что этот стиль повествованием мне кажется он очень популярны когда идут там хронологическое описание чего-нибудь потому что у меня есть такая же еще книга совсем другого автора и по моему даже раньше вышедшая 1947 год год в котором все началось до совсем писательница элизабет озбрин я про нее вообще ничего не знаю просто стиль написания аналогичный и мне кажется у нас сейчас общество когда укладывается в голове не глубокая информация какая-то а скорее куски до сегменты разные информации ну вот формат на менее я уже приводил формат этих книг он поэтому и тиражи большие популярность большая да и на самом деле применимость то есть чтобы люди могли в каких-то частных диалогах или светских беседах что-то упомянулись в теме да если ты посмотришь там чем много же у нас популярны даже произведение искусства и выставки какие-нибудь вот москве сейчас шла или идет еще выставка тоже француза такого на мартена в пушкинском музее бывают странные сближения называют советую тебя посетить очень оригинальный подход и такое у него всемирно такой прорывной способ подачи контента в готе музей устарели картинные галереи но невозможно в хронологическом порядке смотреть и он располагает по какой-нибудь тематике например один зал там открытый сделал картин разных периодов с разных музеев набирал в основном там с база самого пушкинского музея но может в эрмитаж съездить в лувр и за 45 лет набирал коллекцию набрать берет горизонт картин всех и все картин неважно небольшие маленькие размещает только горизонта играет вот этот ряд типа связано с горизонтом например да ну вот какое-то название да где-то там зал есть например вакханалии он приводит произведение там китайского искусства не знаю там европейского классического как пьют вино как какие-то бытовые проявления человеческой сущности происходит все и вот там типа зал вакханалии ну и так далее есть где он вовлекает чтобы человек сам поучаствовал с экспонатами взаимодействовал и таким образом он прививает интерес к разным периодам деятельности они мы классически учим как в школе хронологически логически или по авторам или по авторам да а еще тоже вот еще в свое время когда я в школе учился на мы учились в академической гимназии санкт-петербургского университета нам приводили пример школу в москве была такая я не помню ее точно название напомню что достаточно фрикообразный директор который с интересом заботился о своих на учениках они учили предметы по периодам то есть они не то что например алгебра параллельно там не знаю археологии или история там или там русский язык они например берут период древней греции и все что наукой разными науками в этот период изучена они погружаются и все предметы связаны вот с этим то есть нет разделения на предметов они изучают период древней греции потом персию могут изучить потом не знаю на религию практику могут в крым поехать там до слои собрать еленов не еленов да там феодосии не феодосии и так далее то есть ну вот совсем другой уровень не него нет не говорит о том что он точно однозначно лучше но просто это меняет определенные стереотипы и как потом этим людям в мире жить вот он я думаю что легко и и непринужденно да то есть поэтому не знаю но когда ты вот я например географ и для меня этот год там типа характерен история альфреда веганера то есть вся земля состоит из литросферных плит и по факту все что мы имеем на поверхности это в том числе от взаимодействия литросферных будет тот цунами там знаю 2004 года или при извержении вулкана это все следствие вот этих движений веганер это описал в тринадцатом году и да при этом например самом 13 год оказывается провел это я уже узнал он был в экспедиции по гренландии они там уже съели и лошадь свою последнюю потому что она не дождалась когда они до зелени дойдут кормить нечем и часть экспедиции уже собак съели последних до при этом спаслись оказалось что столько съели и спустя время там встретили лодку которая корабль который там вывез так далее то есть очень интересны такие параллели да то есть когда ты учишь чистая там физическую географию предположим то у тебя откладывается отпечаток там типа почему бывают цунами где землетрясения где какая территория уходит под воду какие-то факты запоминаешь и закономерности там как ледник сходит куда сходит почему сходит а когда ты сталкиваешься что параллельно происходило в жизни веганера и у других людей там деятели параллельно то кажется что это более такой комплекс на погружение в период и мне кажется для применимости чего-то в современном мире это тоже намного важно например ну там понять почему аргентина или россии начале века были столь значимые перспективы в разных областях и насколько они через сто лет скукожились до аргентины вообще нету в мировой там до россии присутствует но опять же как мировом диску за да да то есть ты это возьмешь россии при этом за художники кандинский малевич до сам называющего кого-то если возьмешь там не знаю но балетом уже поговорили вита сталыпин понятно что там говорили в экономике насколько их влияние было до этого до существенно не знаю там уже пастернак был доходим молодой начинающий еще с отцом там тот же рилькик не в гости приезжал горький уже был да и так далее то есть но про видных военных деятелей все тоже понятно что европа всегда с пиететом к российскому военному делу относилась поэтому такое ощущение что вот ну часть вещей надо возвращаться и она это полезно нам понимается сейчас и как одно из другого в искусстве же одно из другого языка из мы есть ты возьмешь но не каждое наложение на предыдущий из да и в принципе ты можешь либо изучать и пытаться хронологически запоминать годы кубизма экспрессионизма там дадизма и так далее а можешь просто понимать эволюционно что из чего выходила у кого к чему предрасположенность была и прочее прочее потому что например париж был конечно дюшан и пикассо это все тот же период даже пикассо приходили когда в лувре украли тоже думали он не он может и или кто-то связанный с ним да это такое вот в целом я думаю сделали достаточно подробный обзор ну что ж во первых вы тогда если интересно вот можете воспользоваться рекомендациями во первых вы пишите ваши вопросы ну не верю насчет пожеланий но тем не менее да то есть литературы масса я собственно почему со временем книжную рубрику то завел потому что после в 90-х годах ну то есть советском союзе круг литературы был понятно какой классика советская и что-то немножко там зарубежного а потом вот это все когда ломанулась просто и ты заходишь магазин и у тебя глаза теряются что читать поэтому эту рубрику и завел а сейчас действительно я поскольку процесс чтения он немножечко уменьшился это не хорошо не плохо это просто данность эпохи там кто бы там чего не говорил там про деградации так далее мне кажется это просто определенное развитие мира тем не пишите по поводу ваших там каких-то пожеланий не факт что мы их учтем но вдруг они будут до созвучны тому о чем мы планировали поговорить это раз если уж мы заговорили про книги то конечно я как сапожник с сапогами в данном случае не могу не заикнуться про свои собственные они не такие гениальные как те о которых мы говорили только что но тем не менее многим заходят это прежде всего путеводитель по немскому проспекту каждый дом от адмиралтейства до площади восстания эта книга о пиар компании японии во время русско-японской войны с большим количеством иллюстрации той эпохи и остросоциальные романы корень купить их можно на сайте ссылка внизу но на этом все спасибо да давай предлагаю закончить цитатами давай такой будет рубрика когда мы одну цитату об авторе и одну цитату автора давай и будем так заканчивать как вариант значит в газете в одной опубликовали мне очень понравилось флориан и лес написал во второй раз а 1913 годе более красивы чем это вероятно было на самом деле в этом мне кажется определенное искусство литераторов состоит а у него самого много цитат у меня дома валяется его другая книжка 1 которая попалась и тяжело читать потому что он только обзор искусства был менее интересно вот и только что небо было по моему серо или синего что-то из такого и там есть такая вырезка что однако цитирование это всегда акт насилия она вырывает фрагменты структуры представляющий собой целостность это говорит автор который потом занят на самом деле усовничество своих книгах и эти кусовничество становятся мега популярными и вот такие казусы мне кажется они такие тоже интересные лишний раз подмечает что все мы люди часто даже сами себе перечим вот несмотря на немецкий педантизм скорее всего потому что фактологически большой объем данных обработал явно товарищ за это его и поблагодарим так спасибо комментарии туда увидимся еще